Здравствуйте, товарищи! Продолжение Skylines на ваших экранах, и у нас тут произошли некоторые изменения, да. Во-первых, я заселил и правый, и левый бока нашего крокодилевого острова. Если вам интересно посмотреть, как это было, можете глянуть последний стрим. Ну, относительно даты выхода этого видоса, конечно, а то вдруг вы через год смотрите, там уже понятно, что стрим уже другой был, наверное, даже по Майнкрафту. В общем, это, смотрите, произошли некоторые изменения интересные. Я открыл для себя вот такую вот интересную вещь. Это радиотелескоп, который дает бусты, значит, плюс 5% к вероятности окончания университета по всему городу. И, ну да, я запердолил его наверх, ну потому что это было бы логично, потому что это же телескоп радио, правильно? Я сделал вот такое вот шоссе прикольное от него на фермерский угодье. И я сделал вот такой вот интересный радиодеревенский город. Причем, смотрите, какая интересная вещь. Это все объединено в один район, и в этом районе включена политика закрытый район. То есть это значит, что въезжать сюда могут только те, кто живут в этом районе и, соответственно, работать тоже. Как видите, у нас тут 9 человек, и эти 9 человек живут здесь, вот в этом вот районе. В котором есть парк, какая-то вот теннисный корт, у них тут есть пожарная часть, у них тут есть больничка. В общем, все у них тут есть. У них минимальный уровень преступности, потому что они все друг друга знают. В общем, вот такая вот получилась деревуха. И еще, ко всему прочему, я тут запердолил автобусный маршрут, которым почему-то никто не пользуется. Но он, вот видите, катается. Тут всего один автобус, и у него 0 пассажиров. Но я очень надеюсь, что однажды, однажды мы увидим там хоть одного. Помимо этого, у нас появилась небольшая вот деревуха тут. Частный сектор просто добавил, потому что была какая-то дырка непонятная, надо было чем-то закрывать. Ну и одно из самых больших изменений, это увеличение, значит, вот этой вот зоны. Она была вот такая, наша промышленность. Я ее специально увеличил путем закапывания воды. И это дало некоторые артефакты вот здесь. Поэтому, если будете океан закапывать, имейте в виду, можете вот на такое нарваться. Оно никуда не пропадает, за час стрима оно никуда не делось. Вот, понятное дело, что я кролика, или кто у нас тут был, по-моему, кролик. Я, короче, его не трогал специально, не закапывал. Тут еще осталось какое-то место, наверное, его надо зарыть, а то оно какое-то странное. Не знаю, что я его оставил вообще, непонятно. Ну ладно. И самое большое изменение, это у нас появился аэропорт. Потому что, ну, я разблокировал, так сказать, на посмотреть. И понял, что это идеальное место для него. Вот, собственно, значит, сегодня у нас, как вы знаете, большая задача. Глобальнейшая задача. Потому что мне, в общем-то, заселять город пока не удается. Потому что кроме высокой плотности они ничего не хотят. А высокой плотности мне уже не нужна. Потому что, ну, небоскребов хватит. Посмотрите, это же ужас вообще. Тут уже не вздохнут, не пергнут, извините, в этих каменных джунглях. Поэтому мы сегодня займемся немножко логистикой. И вот что я вижу. Да, я вижу, значит, нам нужен мост с Хилдейла. И мы его сегодня будем строить. Я обычно Хилдейл развиваю на закрытых видосах для Бусти. Но в этот раз мы немножечко поработаем, так сказать, с приоткрытой занавесочкой. Да, нужно будет сделать сюда мост. Вернее, отсюда. И этот мост, значит, превратится в шоссе, которое пройдет насквозь этого острова. И оно опять уйдет на мост, который должен прийти вот сюда. И здесь у нас будет развязочка, соответственно, которая пойдет вправо-влево и немножечко в ферму. Вот, надеюсь, будет прикольно. И это первый, значит, мост. Второй мост у нас уже есть, вы уже его все видели. Значит, третий мост тоже уже построен. Четвертый мост. Четвертый мост у нас пойдет вот здесь, через этот остров Кролика. Я его, наверное, так и назову, мост имени Кролика. И он должен у нас воткнуться вот в этот вот перекресток. Вот. И последний мост, который я запланировал, это индустриальный мост, который воткнется либо вот сюда, либо вот сюда. Скорее всего, вот видите, вот об этом я и говорю. Когда я строил, такого я не припомню. Но сейчас произошла какая-то херня, которую нужно срочно исправлять. Я незамедлительно делаю это. Вот так вот. Ну вот, теперь все вроде ровно. Я так понимаю, что нам надо сейчас быть немножко квадратиков прикупить. Потому что, учитывая, что с Хилдейла у нас мост поедет через Крокодилуса, мы, наверное, вот так его и проведем. Почему я покупаю именно эти квадраты? Я вам сейчас объясню. У нас тут сразу вот это тоже берем. Дело в том, что я хочу здесь построить тюрьму. Вот на этом острове. Она прям как будто Алькатрас, как будто прям просится. Что-то не купились эти квадраты. Вот, поэтому здесь мост должен быть максимально близок к этому острову, чтобы можно было развиваться, развязаться с моста и попасть на этот остров. Поэтому мост будет довольно высокий. И надо сразу проверить, не идут ли здесь эти гребаные маршрутики. Вроде не идут. Кстати, о маршрутах. Да, я сделал авиационный маршрут, который улетает с аэропорта вон туда и обратно. Ну, просто пусть привозит кого-нибудь по приколу. Не знаю, будет у нас сегодня время или нет на общественный транспорт, чтобы сюда подвезти. Ну, а хотя бы с мостами разобраться надо. Поэтому давайте вернемся к Хилдейлу. Здесь у нас есть БКАД. Это некий аналог МКАД. И, значит, нам нужны здесь шоссе. Я думаю, что сильно выпендриваться не будем. Сделаем шоссе двухполосное во все стороны. Вот что-нибудь такое. Правильная толщина? Правильная толщина. Так, ну, допустим, 10 метров. Поехали. Мы куда-нибудь... А, вот здесь у меня, да, корабельная история. Вот это. Черт бы ее подрал. Не люблю я ее. Если честно, корабельную историю эту. Но от нее никуда не деться, понимаете. Если я сейчас удалю здесь ее, у нас корабли перестанут приплывать. А для того, чтобы они приплывали, мне надо где-то еще выцепить этот маршрут. Черт, а где я его выцеплю? Уже нигде. Только если вот это покупать. Блин, я так бы не хотел крушить мои вот эти вот корабельные вещи. Потому что я бы не хотел сносить порт, понимаете. Но он, падла, не работает, если ты не сделал ему проход за пределы мира. Это странно, кстати. Может сюда воткнуть, не знаю, у нас этот уже есть вокзал-то. Не знаю, что сюда можно еще вставить, чтобы было нормально. Потому что здесь место прям под какую-то вот штуку приходную, вот привозную. Можно сюда метро? Может сюда метро? Давайте, да. Чего я парюсь вообще? У нас есть метро надземное. Я как раз на стриме рассуждал о том, что оно выглядит как говно. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Так, надо, значит, сразу маршрут убить. До свидания. Вот, чтобы он никому глаза не мозел. Еще раз проверю. Нету-нету, все хорошо. Сейчас я тут домики потру. А то они, знаете ли, тут имеют свойство уничтожаться. Что-то им тут не очень нравится. Видимо. Ну, в общем, короче, смотрите, значит, метро. Надземное. Надземное метро, оно очень странно выглядит, потому что... Сейчас я вам покажу. Я вам сейчас докажу и поясню. Угу. Классно. Все в воде, да, говорит? Ну, у нас есть замечательный инструмент терраформирования, который мы можем воспользоваться. И уже не все будет в воде. А только станция метро. Мне кажется, это хорошая идея убрать эту фигню. Странную, непонятную, сомнительно необходимую. Сейчас я тут немножко вот выгладил все. У нас, естественно, осталась вода, которая сейчас мне, походу, не даст, да, поставить? Ну, спасибо. Неплохо в воде, говорит. Ох уж эта вода. Вот видите, она... Я не знаю, как это происходит, но конкретно, когда ты начинаешь гладить ландшафт, вода здесь вот просто образовывается, понимаете? Вот она просто есть и все. И я вот сейчас буду какой-то хренью заниматься, чтобы ее отсюда убрать. Вроде убралось. Давайте гладить. У меня такая же хрень произошла вот в районе, где у нас индустрия. Я просто начал разглаживать ландшафт его вот эти, значит, ну, вы поняли, короче. И вот он мне взял, сгенерил воду. Как это происходит, непонятно. Я сейчас глажу, вроде бы она не появляется. Да, слушайте, повезло мне. Ну, ладно, короче, возвращаемся к станциям. Метрополитена. Ну, да, ну, какая вот вода-то? Вот, вот, твою мать, смотрите. Вот здесь вода, что ли, реально? Ну, где? Да, реально вода. Ну, и что мне с ней делать? Вот что мне с ней делать? Я не знаю, как она сюда попала, я не знаю, как от нее избавиться. Это очень грустно, если честно. Максимально грустно. Я просто не представляю. Это что, удалять мне здесь все или как? Жесть вообще. Причем она, видите, она не как в первом Skylines. Она там не уничтожает здания. Она не мешает пупикам ездить. Хотя вроде мешает, они тут исчезают. Да? Нет, вроде ездят. Ну, исчезают, но ездят. Вот что с ней делать? Я хз вообще. Ммм, да. Ну, давайте, давайте здесь сделаем такой спуск. Пускай она, может, она стечет нахрен отсюда. Я, я уже не знаю, что еще ей предложить. Вот, видите? И она не стекает. Стекай, тварь. О, беда, ой, беда. Ну, кажется, я все сломал. Вот так вот. Можете меня с этим поздравить. Сейчас я выпрямлю еще раз посмотреть. Но что-то мне подсказывает, что оно проблему не решит. Вода здесь, конечно, детальнее, чем в первой части. Но вот такие приколы, они, конечно, странные. Непонятно, от чего они зависят. Как они берутся. Вот, в общем. Вызывает кучу вопросов и неприятностей. Ну, все, она здесь на дороге навсегда, короче. Я не знаю, как от нее избавляться, правда. Ее даже никак не спровоцируешь, чтобы она утекла. Я могу только снести дорогу. Тем самым я убью пару зданий. Хотя вот здесь не убил. А, серьезно? Она была только на дороге? Ты понимаете, да? А если я дорогу перестрою? Мне нам не дадут так сделать. О, это что это такое вообще? О, боже. Видите, какая фигня происходит? Оно здесь просто изломилось. Ну, такое, видимо, случается. Возвращаем дорогу. На ней все еще есть вода. Дома, естественно, я похерил успешно. Потому что они заново сгенериться должны. Здесь у нас, насколько я помню, была коммерция высокой плотности. Поэтому возвращаем ее. Ладно, все-таки не выезжала. А, это офис был, стойте. Это был офис, я точно помню. Я его сейчас вот так верну. Все. Но вода все равно осталась, короче. Походу, надо вот прям... Фу, беда. Все удалять, заново ставить. Ну, по-моему, о, встает, ребята. Встает у меня. Короче, вот. Наконец-то я могу вам показать железнодорожную станцию метро. Вернее, метростанцию. Значит, внешне она просто максимально убогая. Вот посмотрите на этот ангар. И это просто какой-то балтийский рынок вот у нас такой есть, знаете. Вот он примерно так же выглядит. Крыша такая же. Но в защиту этой станции должен сказать, что у нее офигенный вход. Я сейчас изменю время от дня. Вот на такое какое-нибудь. Смотрите, какие классные парапетики. Вот здесь вот люди будут, значит, заходить в нее. Посмотрите внутри, как красиво. Вот что, зачем надо было сделать эту крышу уродскую. Вот почему нельзя было сделать какой-то навес вот на этих колоннах, на центральных. В общем, короче, я отказываюсь понимать. Она безумно красивая внутри. И она отвратительно ужасная снаружи. Вот, ну вот, короче, вот так. Но у нас другого выхода нету. Здесь будет метро и точка. Вот, метро и точка. Новая закусочная. Ха-ха, Килдейла. Очередные домики пошли взад. И мы их сносим. И теперь надо, значит, вернуться к мосту. Я думаю, что мне немножко придется аллигаторную вот эту пасть закопать. Я ее уже чуть-чуть прикопал, но, видимо, придется еще сильнее это сделать. Потому что у нас тут пойдет мост. У нас тут, возможно, будет какая-то развязка. В общем, мне нужна здесь большая территория. Желательно прямая, ровная. Вот, с газоном, со всей фигней. И поэтому я готов пожертвовать немножко ротиком нашего аллигатора, чтобы достичь. Ну, видите, я просто вот призакрыл пасть ему, понимаете? Вот, ха-ха. Как бы это ни звучало странным. И вот, давайте сначала проведем шоссе здесь. Значит, оно должно быть высотой 10 метров. И оно должно идти вот примерно в этом направлении. Вот так вот. Вроде, вроде все правильно, да? Ну да. Потому что развязка с него, скорее всего, будет надземная. Под ним еще можно пропустить какие-то дороги, с учетом того, что он 10-метровой высоты. И поехали дальше. Поехали дальше. Вот. Там у нас восхождение уже 0.1, поэтому нам надо доехать. Блин, 0.4, 0.5. Тут, видите, проблема в чем? Она меряет 10 метров, начиная от, видимо, низшей точки. И идеально прямого моста, видимо, никак не добиться. Хотя вот тут вроде получается. Внешне он вроде как прямой. А, ну вот тут еще, да. Удаляем вот эту ненужность. Вот эту придется купить еще один гребаный квадрат. Вот, ох уж эти морские пути. Я, мне не нравятся корабли в этой игре, уж извините. Я, наверное, их буду целиком и полностью игнорировать. Пока разработчики не дадут мне новые модели кораблей. Потому что вот один этот бедняга, какой-то полукруизный лайнер, он мне не очень доставляет. А вот такой мост мне доставляет. Знаете, я сразу вспоминаю фильм. Был такой фильм с Арнольдом Шварценеггером. Называется «Правдивая ложь». И там была, там была сцена, когда по мосту ехали плохие мужики на фургончиках. И два истребителя Херриер американских. Они, значит, эти, как они, взрывали мост и эти грузовички разлетались. Очень классная сцена была, между прочим. Очень сильно запомнил ее в свое время. Где эта лопата, мать ее, спасибо. Вот, просто поделился с вами воспоминанием ностальгическим. А теперь давайте подровняем сразу этот остров. Каким угодно образом. Вот так вот. Вот, сейчас я его поглажу чуть-чуть. А то там что-то прям острые углы какие-то появились, получились. Ну и вот, здесь надо будет что-то развязаться. Как-то куда-то уехать. Здесь, скорее всего, сделаю шоссе, к которому присоединю тюрьму. Можно, в принципе, прямо сейчас ее поставить, чтобы потом не думалось. Значит, идея вот в чем. Нужна четырехполосная дорога, которая пойдет примерно вот таким образом. Вот. И мы прикручиваем к ней тюряшку. Тюрячку, которую я не разблокировал, но у меня куча очков. Теперь можно это сделать. О, у нас есть мэрия даже. Класс. Но мы берем тюрьму. Мэрию я, наверное, попозже поставлю. Что-то я о ней даже не думал. Вот. Смотрите, какое здоровенное здание тюрьмы. И я даже не знаю, куда его. Ну, давайте... Давайте в конец я его поставлю. Мне только надо немножко прикопать здесь еще этот остров. О, пардон. Придется соединить пару островочков. Надеюсь, они не обидятся. В общем-то, я не сильно испоганил то, что было. И вот сюда ее куда-нибудь в конец запердоливаем. Вот такая вот у меня тюрьма получилась. Сразу хочу ее подрезать дорогу, чтобы вот здесь был какой-то логический конец. Для этого мне вот так надо это сделать. Но она все равно, видите, не режется почему-то. А если так? Ну, так более-менее. Вот. И теперь давайте сюда приедем. Нам надо приехать, уехать. То есть, короче, довольно стандартная развязка получается. А главное, что она вся будет на весу. Будет прикольно. Вот. Можно даже что-то придумать. Ну, например, слушайте. Кажется, я только что какую-то хрень придумал. Вообще, это, наверное, дебильная идея. Ну, то есть, под мостом идет дорога. Знаете? Вот под мостом, значит, идет дорога. И вот отсюда сюда, и вот отсюда сюда идут лепестки, значит, этих. Это очень простая развязка. Даже не отсюда. Я хочу просто... Давайте я ее построю, просто чтобы посмотреть. Потому что интересно бы выглядеть. Как она вообще выглядит-то будет? Нормально или нет? Значит, идея вот в чем. Мы вот отсюда, вот где-то отсюда, делаем параллельную дорогу нашему шоссе. С минимальным там каким-то вот, ну, допустим, 5 процентов восхождения. Вот, сделали. Делаем абсолютно то же самое вот здесь. Тоже 5 процентов. Где? О, нифига какая она. Ну, вот допустим, до сюда. Это очень странно. Как она так поднимается, что вот это расстояние тоже 5 процентов и здесь 5 процентов? Видимо, какой-то уклон все-таки у шоссе существует. Ну, ладно, короче. И вот, значит, мы вот отсюда приезжаем вот сюда. И то же самое делаем здесь. Можно было, короче, не 5, а 10 процентов. Она слишком длинная, ублюдская. Не нравится мне совсем. Так проще будет сделать. Вот, смотрите. То есть у нас вот съезд получается здесь, на эту дорогу. И я думаю, что это правильное решение. Знаете почему? Потому что здесь трафик будет минимальный. Сюда будут привозить заключенных. И все, больше с ними ничего нахрен не будут делать. Понимаете? То есть вот эта развязка, она в принципе может и сработать. Вот, смотрите. Просто легчайшими движениями руки я создал некий шедевр. Ха-ха. Да. Ну, умею. Че, рука-то набита уже. Здесь немножко скривил, там немножко скривил. Но ничего, это все фиксится вот так как-нибудь. Все равно чуть подальше получилось. Ну, ладно. Главное, что она выглядит прикольно. Работать она будет тоже прикольно. Здесь, правда, есть светофор. Но мне кажется, он вообще не помешает никаким образом. И давайте сделаем здесь по три полосы расширения. Чтобы эти мои замечательные людишки могли съезжать-уезжать. В общем, все как всегда. Ничего нового у нас не происходит в жизни. Вот. И надо проверить. Главное, чтобы... А, ну вот. Вот и проверили. Видите? Какая хрень. Это периодически случается. Лечится перестроением. Вот. Блин. Надо вот двойную. Спасибо. Оно иногда, видите, просто идет все вообще непонятно как на излом. О, какой кошмар. Оно вообще все на излом пошло. Боже мой. Походу, вот этот кусок надо кикать, потому что он просто сломал мне все шоссе. Ха-ха. Вот падла. Смотрите, что делает, а. Что ты делаешь такое? Во. Сейчас я его и навертну. Ну, это, конечно, не самое лучшее, что я видел в жизни. Но оно хотя бы немножко отстранилось. Короче, здесь, видимо, какая-то проблема происходит с этим мостом. Сейчас я попробую еще раз. С развязками приходится вот всегда так долго мудиться, если вам интересно. Потому что вот они такие противные, видите. Ну, вот там нормально получилось. Короче, чем ближе я делаю, тем она лучше выглядит. И да, все пошло. На излом. Вот видите, я даже удалить не могу, потому что она запекла этот весь кусок. Какой ужас. Ну, вот вроде... Твою мать, ну что? И самое интересное, что когда ты удаляешь, у тебя весь этот... Я не знаю, зачем она создает из трех полос одну. Я вообще не понимаю, как она вообще так может делать. Но она так делает. Единственный вариант ее вылечить, это вот как-то сюда ее прихреначить. И вот она опять идет на излом. Угу, угу. Значит, я понял, что с тобой надо делать. На вот тебе так. Господи, какое уродство, а! В дороге! Да, она прилепляется. Если честно, я с таким идиотизмом еще не сталкивался. Поэтому можете меня с этим поздравить. Обычно у меня оно либо сразу получается, либо сразу не получается. В этот раз оно не сразу и получается, и не получается. Но я сейчас победю ее. Не было еще такой дороги, которая меня... Вот и все, пока. Есть у нас развязка. И это хорошо. Я вот не знаю, оставить здесь этот хвостик или нет. Давайте оставим. Может быть, я придумаю что-нибудь потом для этого всего тут. Окей, с тюрьмой разобрались. Единственное, здесь проблема нету ни воды, ни электроснабжения. Но мы это дело сейчас быстро решим. Есть вот у нас тут улица. И она хочет поделиться своими этими возможностями. Так, я под землей? Я под землей хочу, спасибо. Также электроэнергию тоже отсюда возьмем. Так что тюрьма будет полностью работоспособна. Замечательно. Теперь нам надо придумать, как съехать с этого шоссе на центральный остров. И нам надо его как-то вот сюда еще завести. Таким образом, чтобы он смотрелся нормально. С него была нормальная развязка забыкада. И вот это вот все. Поэтому первым делом давайте сделаем само шоссе. 10 метров параллельно и круг. И мы поворачиваем. А мы сейчас двойной сделаем круг и не будем париться. Давай. Вот такой вот мост будет у нас. Немножко изгиба у леньки. Вау. А почему она их обе гнет? Была же параллель. Очень интересно. Первый раз такое вижу. Видели, да, как интересно она сделала? Ну ладно. Короче. Здесь и сюда. Затем тут. Сейчас я найду эту кребаную направляющую. И вот сюда. Во. Теперь уже расстояние между ними мне нравится. Ну и теперь это надо как-то совместить с быкадом. И тут вот проблема у меня. Видите какая? Из-за того, что... Ну можно вообще-то... Че там? Проблема решается лопатой. Вот такой вот. И в принципе я смогу шоссе немножечко опустить. И здесь все это дело развязать. Надеюсь, по крайней мере я. Вот. У нас появилась такая небольшая земля. Эту штуку можно немножко подрезать. И соответственно разводить. Так. Значит начнем мы... Сейчас я немножко продлю вот этот отрезок. Или знаете, я проще сделаю сейчас. Вот так сделаю. Мы это все вот так вырежем. И все будет хорошо. Теперь нам нужно уехать будет с Хилдейла. Для этого мы будем использовать... Как всегда, короче. Как стандартные развязки. Если смотрите, как делают разработчики. Они делают внутрь съезды. А с внешки заезды. Вот примерно так. Я наверное все-таки продлю. Слушайте. Мне кажется, тут места реально хватит. Вот сейчас прямую возьму. Как возьму прямую нахрен? Как продлю? А что-то не продлевается. А вот так продлевается. Только в обратную сторону, по-моему, оно едет. Не, не в обратную. Все правильно едет. Ну, где-то вот до сюда продлим. И все. Здесь точно места хватит. Теперь давайте делать красоту. Наводить шик. Нам нужна внутренняя полоса. Без параллельной. Это вот это. И давайте пораньше возьмем. Вот. Это мы уезжаем. Нахрен отсюда. Переезжаем, я бы даже сказал. Теперь нам нужна точно такая же полоса вот отсюда. Вот что-нибудь такое. Они под углом, поэтому у нее будет угол чуть поменьше. Побольше. И теперь нам нужны две такие вот загогулины. Знаете, я люблю делать загогулины. Можно начинать отсюда ее делать. Вот этим замечательным инструментом, который я что-то раньше все время игнорировал. А теперь я его прям не игнорирую. Я его прям использую. Ну, допустим, 7% сюда. Потом мы, значит, едем вот сюда. Вот сюда даже. А я там не обосрался, случайно? Точно мы на внутреннюю-то должны выходить? По-моему, да. Ну, в любом случае. Короче, вот сюда. И теперь нам нужна загогулина кривая. Раз, два. И вот так вот. Смотрите, как красиво получилось. Вообще идеально, я бы сказал. И нам нужна еще одна штуковина, которая, опять же, отсюда поедет, сделает круг и туда вот уедет. В общем, я это дело прям на лету делаю. И еще, кстати, важная тоже информация. Я могу делать это без привязки к этой... К сетке. И это получается зачастую даже круче. Смотрите, я контролирую восхождение. У нас сейчас 10 метров стоит. Мы ее поднимаем. Блин, да, не очень красиво получилось. Видите, какая получается? Уууу. А это все потому, что здесь нужен разворот. Вот. Если бы не нужен был разворот, можно пораньше попробовать. Но это будет странно. Давайте, наверное, просто отсюда сейчас сделаем и все. Значит, 10 метров берем. Вот такой угол примерно забираем. Потом она уходит сюда. Вот. Где-нибудь даже вот так. Затем она разворачивается. Вот сюда. Блин, надо угол покруче взять. Допустим, такой. Затем она идет сюда. Мы уже можем ее вниз закидывать. У нас получится небольшая жопа. И это замечательно. И... А, ты там еще не успела, да? Надо было ее чуть подальше ввести. Ща. Короче, можно вообще без привязки строить развязки. Я уже это дело попробовал. Мне зашло. Вот сюда куда-нибудь ее заводим. Под нее. Понимаете? И дальше она возвращается в шоссе. Причем без привязки. Ты видишь прям этот стык. Смотрите. Обратите внимание на угол. Вот голубенькой линии. И как мне в экран вам ткнуть, а? И смотрите. Если она вот под таким углом. Это значит, что у нее будет более такой резкий и крутой въезд. А если мы ее развернем таким образом, чтобы она выглядела... А сейчас я вам покажу. Вот примерно вот таким образом она будет пологая. Смотрите. Вот видите, как интересно. Это вообще без привязки я сейчас сделал. И обратите внимание, как все... Как все... Ну, короче, классно. И она кривая, потому что я делаю вручную. Никаких пресетов не использую. В жопу пресеты. Только хардкор. Есть у нас развязка на Хилдейл. Теперь нам нужна вот здесь какая-то интересная развязка. А для этого нам нужно здесь какое-то интересное шоссе. Возможно, большое. Я думаю, сейчас под ним как-нибудь пустим. Где у нас тут центр... Центр вселенной. Вот здесь, допустим, какой-нибудь. В идеале бы мне угол соблюсти, под которым у нас остров идет. Чтобы потом отталкиваться уже от этого... От этой дороги для застройки. Ну, вот, например, смотрите. Вот что-нибудь. Ну, вот что-нибудь такое. Там плюс-минус параллельно правой стороне. Вот. И мы сейчас должны сюда сделать развязку. И в идеале так, чтобы все это дело работало. Это самое сложное. Но есть некий алгоритм самый простой. Например, можно начать вот с таких. Вот с таких вот. И опять же, вот смотрите. Видите, здесь тоже видно эту вот... Как она сшивается с дорогой. И чем эта хрень больше меняет угол, тем положше будет въезд сюда. Вот мне говорили, типа, вот ты, типа, заходишь за дорогу. Я специально захожу за дорогу, потому что если ты не зайдешь, у тебя будет въезд вот такого вот... Вот такое вот говно. Смотрите, вот видно вам? Посмотрите на разметку. Ну, это же отвратительно. Нам такое не нужно. Но мы такое не приемлем. Поэтому делаем... Делаем поприкольнее. Вот что-нибудь... Что-нибудь вот... Ну, сейчас, подождите. Ну, вот так. Вот видите, какой красивый получается пологий въезд. Когда я здесь удалю светофоры, пешеходные переходы, все будет вообще смотреться просто... Просто шикарно. И делаем то же самое здесь. Вот. Оно там уже само как-то, наверное... Ну, если что, мы поправим. Здесь тоже можно контролировать угол. Видите, вот так вот, бах, и все красиво. Ну, плюс-минус. Вот здесь только сейчас поправим. Правиться это дело тоже легко. Можно в обратную сторону сделать, кстати. Что я вообще переживал-то действительно? Вот что-нибудь. Чтобы оно было примерно в одном и том же месте, понимаете? Вот так. И мы меняем ему направление этой дорожки вот сюда. Это только начало. Подожди, мы еще сейчас кучу всяких там этих понатыкаем. Не переживайте. А то я уже чувствую, как вы напряглись, думаете, что он за говно творит? Не-не, подождите. Я творю, да. Я, может, и какашку делаю иногда, но мне нравится. Моя какашка, мои правила. Там нормальные разъехались. Вот. Поэтому делаем вот сюда. И то же самое вот отсюда. Делаем вот сюда. Просто когда ты без привязки это делаешь, у тебя больший контроль, понимаете? Больший контроль. Вот. Я здесь обосрался. Был меньший контроль, получается. Ну, сделай мне пологий въезд. Ну, че ты? Походу, раньше надо. Ща. Никогда не сдавайтесь. Продолжайте делать заезды и разъезды. Во. Если там появился разворот, то вы в правильном направлении идете. Да, вот примерно так. Даже побольше. Ща угол поменяем. И че-то вот такое. Во. Если здесь есть разворот, вот на этой дороге, значит, все у вас получается. И это начало. Сразу давайте почистим за собой. Никаких тут светофоров, никаких тут вот этих вот вещей. Сейчас я запрещу во все стороны поворачивать. Так, значит, тут у нас запрет поворота налево. Ну, че ты? Нет, не хочет запрещаться. А ну, запретись. Она и прямо не запрещается. Черт. Тогда можно вот здесь запретить поворот налево. За что она так со мной? Как мне разворот запретить здесь? Никак вообще, да? А прямо нельзя запретить. А направо эта дорога ни на что не реагирует. Оу, май. Кажется, у нас серьезные проблемы. Но подожди, я сейчас все поудаляю. Может, она разбакуется. Такое случается иногда, к сожалению. Вот здесь такая же история. Видите? Не могу запретить ей поворот налево. Хм. Хотя работало. Во, смотрите. Запретилось. Понял. Надо наводить конкретно на стрелочку. Видите, да? Интересная ситуация. Ладно. Здесь я им запрещаю. На всякий случай поворот налево. Здесь ничего и запрещать не надо. Ну, на всякий случай налево, опять же, запрещу. А то мало ли что захотят. И, в принципе, все. У нас готово. Не, в смысле, не все. Подождите. Это не все. Это только начало. Вон там самолетик садится. Смотрите, какой клевый. Ты кого-нибудь привез вообще, нет? Десять человек полетело. Они же полетели или улетели? А, они полетели. Ну, в счастливого пути, как говорится. Вся фигня. Хорошего полета. Смотрите. Я такое не люблю. И я не понимаю, как его вернуть. Что вот это вот за темнота здесь произошла? Что она означает? Потому что здесь нормальная разметка. И я прям эту темноту не хочу видеть, если честно. Ну, давайте ее заново построим. Чисто поржать. Может быть, это из-за этого? Вот так вот. Ну вот. Прикиньте. Это реально... Просто перестраиваешь дорогу, и эта темнота подыхает. Неожиданный поворот. Ну, ладно. Так, теперь нам надо... Ну, в принципе-то они здесь нормально уедут и приедут. Но я бы хотел, конечно, немножко здесь загогулинок-то поделать. То есть нам нужен еще один съезд вот сюда, который поведет машинки вот сюда. Это мы делаем вообще изи. Нам нужна 20-ти метровая высота. Моя любимая загогулина. И никакой привязки. И вот что происходит. Значит, мы делаем вот такую хрень. Поднимаемся. Ищем 5 метров. Где 5 метров? 5... 5 процентов, простите. Затем мы делаем вот такую загогулину. Вот. Затем сюда. И начинаем спускаться. Ищем 5 процентов. 5 или 7 процентов, я считаю, самое оптимальное. Ну, допустим, 7 процентов. Это 10 метров. Уменьшаемся еще на это самое... На сколько там? На 10 метров. И делаем въезд. Ищем тоже минус 7 процентов. Почему я ищу минус 7 процентов, объясняю. Потому что, когда вы делаете одинаковое количество за шаг, вот, как это сказать-то, нисхождение, то, смотрите, какая пологая получается кривая самой дороги. То есть, без вот этих резких перепадов высот. Вот. Мы сделали с вами съезд. Сейчас я его по-быстрому оприходую. Всяких там, вот, удалю всякие там непотребства, типа светофоры. Кому они вообще нужны в наше время? Вот это тоже удалим. Вот. Вроде я здесь не вижу никаких там серых полос, которые могли бы сигнализировать, что ей нужно развернуться или еще что-нибудь сделать. Но они все равно без них спокойно разворачиваются, поэтому насрать вообще пофигу. И, значит, это вот отсюда мы сделали. Давайте сделаем точно такую же штуку вот здесь. Я по метрам, по метражу не упарывался. Вот. Ну, а мы сейчас это, плюс-минус, постараемся ее повторить. Опять же, здесь единственная проблема. Мы восхождение начнем вот с этого места. Поэтому вот мы от нее, так сказать, отделились. Потом поехали. 20 метров. Ага, слишком близко. Вот так нормально. Я там, по идее, должен над ней просочиться. Сейчас проверим. Оп. Да, я над ней. Ставим сюда метку. Начинаем снижение. Как на самолете, ребята? 10 метров минус 7. И еще... Блин. Прям вот под самую жопоньку. Ну, у нас есть другой вариант. Смотрите, мы же можем спиралечку сделать. Смотрите, как классно можно организовать. Значит, нам нужна 20-метровая высота и 180 угол. Вот так вот. И вот что мы делаем. Смотрите, мы поехали закругляться. Сюда. Потом сюда. Потом сюда. И уже идем там минус 6%. И еще идем уже... Ищем тоже минус 6%. И походу я прям так и даю. Да, вот. И нам нужно пересечение бога. Вот. Ну, что, как вам? Смотрите, все четко. Никаких изломов нет. Хрень абсолютная, но выглядит офигенно. Да. Теперь, значит, это мы отсюда уехали. Мы отсюда уехали. Теперь нам нужно вот с этой стороны попасть вот сюда. И нам нужно еще вот с этой стороны попасть вот сюда. То есть еще нужны две загогулинки. И сейчас мы их, наверное, сделаем. Нам нужен съезд, вернее, до въезда. Поэтому вот отсюда поехали. Вот сюда. 10 метров. Так. Возвышение производим до 20 метров. Теперь производим еще возвышение до... Я не знаю, сколько там уже. 30 метров. Плюс 5%. Потом идем вниз сразу же резко. Ну, как резко. Минус 6%. В принципе, неплохо. Это у нас уже будет 20 метров. Да, господи, покажи мне. Вот минус 6,2. Вот сюда, короче, идем. И здесь уже можно 20-ку возвращать. И в это шоссе приезжать. Вот так вот. Видали как? Просто на изи. И все пологое. Все прям вот медленно. Они поехали. У них тут хороший такой поворот. Голова не закружится. Так что все будет нормально работать. И вот теперь отсюда мы должны туда уехать. Где-то здесь я начинал. Вот отсюда. Поехали сюда. Ну, что там? Не получается, да, перекресток? А, вроде получался, блин. Заря удалил. Короче, вот так. И вот так. Вроде получается, да. Смотрим, что там у нас происходит. Где мы поедем. Надо сразу все простроить. Все продумать. Но я вижу. Наверное, это будет самое дальнее. Или можно я вообще через центр пустить. Если успею зайти, так сказать, на престол 30-метровой высоты. Это уже 20 метров. О, слушайте. Можно покороче сделать. Вот так. Где там у нас центр? Это сколько там? Плюс 5. Делаем 30-метровочку. Вот. Это у нас плюс 3 уже. А где максимальная высота 30-метровой этой самой? А, вижу где. Слушайте, мы тут пройдем, мне кажется, вообще на изи. Вот так вот. Теперь делаем 20. Вот сюда. Может, даже сюда даже. О, как удобно, а. И десяточка. Приезжаем в шоссе. Минус 6,4. Опачки. Вот. Причем, обратите внимание, вот с этого угла, ты смотришь на нее, она вроде кривая. Стоит тебе вот так посмотреть, она прямая. Стоит тебе вот так посмотреть, она вообще волнами идет. А что ты пошла волнами? Она, походу, под собой нюхает дороги, ребята. Как, знаете, мосты, которые сами производятся над корабельными вот этими вот ублюдскими маршрутами. Ну, это ничего, это меня не остановит вообще. Ни в коем случае. Кто там тебя перекрывает? Подожди. Ее кто-то перекрывает. Она жалуется мне. Короче, не буду изобретать велик. Поеду 20-метровой высотой, потом упаду на 10. Вот сюда и сделаем обычный въезд, спокойный. Без лишних опачки. Понял. Да, вот тебе и поедем на 20-ке, да? Да. Не увидал, что там высота у них одинаковая. Сорян. Так, вот отсюда. Давай 180. Сразу на 20-ку переезжаем. Это у нас уже... Где ты? Плюс 5 хочу. Вот теперь сюда. Падаем вниз. 20. Падаем вниз. 10. И приезжаем в шоссе. Вот что-нибудь такое. Готово, господа. Вот я при вас сделал, по сути, ту же самую развязку, как у меня была вот здесь. Но только гораздо быстрее. И еще и с комментированием. Между прочим, за это стоит похвалить меня. Вот. И у нас тут вот, видите, какая... Сейчас я тут буду все чистить от этих вот злополучных перекрестков, светофоров. Вот это тоже нам не надо. Нам не надо. Поворот запрещаем. И где-то тут еще должны мы запретить повороты. Тут нормально все. Там нормально все. Ну и все, получается. Ничего больше не надо делать, как удобно. Вот. Конечно, это, наверное, странная штука делать рядом с аэропортом, рядом со взлеткой вот такую развязку. Но я сюда вывел шоссе, я уже никуда не денусь. Поэтому страдаю. Давайте продлевать вот это вот одностороннее безобразие, которое уже бы хотелось бы, чтобы оно перестало быть односторонним. А ты можешь здесь проехать? О, слава богу. А там уже не можешь. Какое интересное шоссе. А, ну там из-за самолетов его не дают провести. На стриме у нас была такая же проблема. И решали мы ее загогулинками. Вот. А может ее прокачать в нормальное шоссе? Слушайте. Ну, реально, уже задолбали эти односторонние. Вот такое хочу шоссе. И все. И больше я ничего не хочу. А вот здесь надо каким-то образом будет соединить. Потому что тут у нас самолеты типа взлетают. И мы бы не хотели, чтобы они задевали шоссе. Им, в общем-то, и не дается. Но это ладно. Это я потом соединю. Давайте продолжать. В общем, развязку центральную сделали. Поехали дальше. Тут у нас все готово. И теперь нам надо вот здесь что-то придумать. Я вообще изначально сюда планировал заехать. Но, видимо, я передумал. Видимо. И тут у нас проблема. Это железная дорога, которую надо где-то вот отсюда снести. И чуть подальше построить. А то она немножечко тут помешает нам. Во. Упс. Тут лэп еще идет. Блин, я же вроде всю лэп убирал под землю. Входит, что не всю. Вот. Теперь уже точно все. Что там такое? А, это железка. Все нормально. Я думал, там еще одна лэп. Понимаете? Короче, едем мы с вами. Вот сюда. Максимально близко к фермам. И потом сюда. И сюда. Все, нормально. С поездами разобрались. Теперь давайте с развязкой развлекаться. Тут тоже все довольно просто. Давайте сейчас опять буду делать без привязки. Чтобы вы, так сказать, закрепили мои замечательные бесплатные уроки по строительству развязок. Ладно, я шучу. Что вы сразу жрете-то? Так. Давай 10 метров. Вот где-нибудь здесь мы начнем. И закончим там же. Берем одну. Берем, убираем все остальные возможности этих самых прилеплений. И нам надо внутрь приехать. Это вот примерно здесь. Вот сюда. Прямо смотрим по полосе. Смотрите. И это влево, это вправо. Нам нужна левая полоса. Желательно попрямей. Готово. Теперь мы делаем то же самое вот тут. Только уже сверху. Где-то вот до сюда дотягиваем. Плюс-минус там угол прямой. И поехали. В шоссе. Вот что-нибудь такое. Вот. О, как-то резко получилось. Да. Сейчас я сделаю по-другому. Вот так что-нибудь. А, давайте даже двойной. У нас туда будет два угла. И будет удобней. То есть раз угол, два угол и поехали. Как-то, по-моему, там плохо получается-то. Потому что здесь, я, наверное, слишком близко в ее это. Ну-ка, давайте порвем ее чуть-чуть. Вот отсюда сделаем развязку. Она будет немножечко, немножечко не как обычно. Но в целом она будет плюс-минус такая же, как и все. Вот так вот. Да, вот так получше гораздо. Теперь нам нужен вот отсюда выезд какой-нибудь там. Это мы куда уезжаем? Мы туда уезжаем. Следовательно, вот так вот. Блин, не тот инструмент выбрал. Пардоньте меня. Вот так вот. Даже вот так вот. И мы уже сразу вниз идем. А что нам вниз идти? Мы же на эстакаду точно. Вот я молодец. Сейчас чуть подальше и поположи поворот сделаю. Я забыл, что у нас там и так уже 10 метров. Хотел какую-то хрень изобрести. И не получилось. То есть вот такой вот поворот. И вот сюда приезжаем. Вот смотрите, я контролирую прямо полосы. Видите, когда мы не привязываемся, я прям вижу, где будет полоса, какое будет внедрение. Вот такое меня устроит. Я ставлю. Максимально удобное безобразие. Теперь давайте сделаем вот отсюда выезд. Так. Это нам надо вот сюда вниз, по идее, воткнуть. Поэтому вот так. Так. Ой, там 12. Подождите, я походу это... Опять жопку делаю. А мне надо было не жопку делать. Мне надо было делать что-то хорошее. Упсики. Я, кстати, нашел что-то за кнопкой. Помните, я нажимал-то Home. Добавить объект. Но он не добавляется. Я не знаю, в чем прикол. Наверное, это из-за того, что я включил режим Dev, что-то там режим. Который я так и не понял, как его трогать. В общем, поэтому нахрен его. Будем это... Главное, не попадать на Home, и все будет хорошо. Так, 10 метров есть. Поехали. Поворачиваем. Здесь уже 20 метров. Где там плюс 5? Давай. Вот, потом сюда. Потом вниз. И вот сюда. Готовенько. Вот, в принципе, ничего сложного. Я уже... Я уже их как орешки хаваю. Развязка от разработчиков выглядит вот такая. Вот так. Чтобы вы понимали. Видите, она просто такая вся вылизанная. У нее прям идеальные поворотики. У нее очень, очень заранее... Вот видите, там очень рано выходят вот эти вот восхождения. Ну, короче, мне нравятся мои развязки. Пускай они будут кривые. Там, с точки зрения какого-то перфекциониста. Но зато я их делал сам. Вот. Можно по квадратикам, конечно, упарываться. Там делать их супер идеально. Но, по-моему, вот именно основываясь на ландшафте, на дорожной ситуации, когда развязки делаешь, они выглядят прикольнее, реалистичнее. Я вас поздравляю. Мы с одним мостом разобрались. Теперь нам нужно сюда привезти железную дорогу вот от этого вокзала. Давайте ее поведем. Потому что у нас в Бусти, в этом самом... Не в Бусти, а в Хилдейле есть прекрасный, неповторимый... Так, а мне нужно... Где у меня главный путь? А вот это он и есть. У нас там есть вокзал, его надо соединять. Так что вот, поехали вниз. 20 метров. Сейчас с метро там будут еще прикольные пересечения. Ладно, 9 так 9. Где метро-то? Так, это тоннель, который, кстати говоря, можно теперь сносить. Он нам нафиг не нужен. У нас теперь есть замечательный мост. Вот. По кусечке тоннель. Ты нам больше не нужен. И где-то здесь я видел, что-то с энергией было. Вот этот что за столбик такой? Вот что ты тут забыл? Пока. Вот, не люблю я эти столбики. Хотя, а как я подключу энергию? Я молодец. Да, я могу. Она вроде подключена. Как-то. Ну ладно, сейчас если заорет, подключим заново. Вот у нас мост железнодорожный, видите, идет. Я думаю, сейчас мы его выведем рядом прям с автомобильным. Можно, конечно, между. Но я сейчас, наверное, не смогу его... То есть сначала надо было железнодорожный мост вести, а потом уже по бокам его облеплять шоссе. Но я, наверное, так делать не буду сейчас, потому что... О, господи, я не попаду просто, понимаете? Я не смогу попасть. Поэтому ведем железную дорогу вот сюда, потом вот сюда, потом начинаем восхождение и поехали. Он пойдет рядом. У нас в Ярославле, например, у нас мост идет вообще рядом. То есть не супер близко, а, ну, в метрах, может, 100, 200, что-нибудь такое. И здесь хочу то же самое. Вот до сюда. Все, поехали. Поехали под землю. Нам надо его где вытащить-то. Ну, где-то тут я его вытащу. Сейчас. Сейчас разберемся. Все фигня. Привет, мост. В смысле тоннель. Вот сюда его куда-нибудь поведем. 90 градусов, спасибо. Здесь мы вылезаем наверх. Ха-ха. Восхождение сразу делаем на 10 метров. Давай. Плюс 5,7. Для железной дороги это неплохо. И этот кусок мы, да господи, удаляем. И пологий поворот мы здесь ему предоставляем. Вот этого инструмента только. Так, чуть подальше сделаю. И тут тоже. Вот. Железная дорога продлена. Теперь давайте здесь делаем стрелочки, чтобы все это дело было единым целым. Раз. Два. Ой, там что-то явно не то получилось. Погодите. Давайте отсюда попробуем. Угу. Все идет в излом. Надо, видимо, резче делать стрелки. Вот такие. Угу. Вот так нормально уже. Прокатило. Сюда можно будет высадить деревья. И у нас есть даже немножко места, чтобы поставить пару зданий. По-моему, это прекрасно. Вот. Тут есть, понятно, что в Хилдейле нету дороги. Тут еще непонятно, какой будет маршрут. Но главное, что железка соединена. Развязка соединена. Мост есть. Теперь у нас никакого порта нет. У нас теперь только осталась история с метро. Которую мы будем, скорее всего, делать дальше. Но не сейчас. Сейчас у нас горят трубы, которые мосты. Я сейчас только удалю вот это вот. Вот как оно тут вообще? Это от дороги. Не надо его удалять. Надо его провести дальше. И тогда у них будет вода. Они будут счастливы. Я надеюсь, да? Надеюсь, да. Так. С этими мостами все. Давайте вот тут у нас будет следующий мост. Который приезжает вот сюда. В этот перекресток. Понимаете, да? Поэтому нам нужно... Причем мост у нас будет вот такой. Без всяких там приколов. Вот отсюда. Поехали прямо. 180 в воде. Так я знаю. Ты дурак, что ли? Ты и должен быть в воде. Кукуня. Короче, плюс 5. Делаем. Он 20-ти метровый хочет быть. Я без проблем вообще. Все для тебя делаю. Мост. Затем поворачиваем. Сейчас посмотрю. Ну да. Вот мы сюда сейчас приедем. Там тоже будет какой-то съезд непонятный. Поворот надо поменьше сделать. Вот такой. Так. Здесь 10 метров. Вот. Смотрите. Тут еще идея в том, что можно вот здесь сделать какой-то... Не то чтобы развязку, а какой-то съезд просто. Который, например, даст возможность людям попадать в деревни. Ну и чисто в теории, например, я мог бы запердолить сюда еще съезд. Понимаете? То есть люди могли бы через мост. Короче, можно везде сделать съезды. Чем больше съездов, тем больше людей будут радоваться жизни. Я надеюсь. Что произошло? Это вот что такое? Здесь был маршрут теплоходников. Понимаете? Теплоходников был маршрут. Как она смогла сдеформировать землю, я не понимаю. Я иногда очень сильно кайфую от внешнего вида и вот этой процедурщины игры. Но иногда у меня она вызывает огромное количество вопросов, понимаете? На которых я не могу ответить. Вот, приехали сюда и сразу вниз. Давайте вот минус 5 процентов. Все. Дальше у нас уже тут пойдут шоссе. А здесь же, скорее всего, пойдет метромост. А может, еще и здесь пойдет метромост. Потому что мы сейчас сделаем сразу еще один мостяра. Это уже никуда не денется. Депошку я решил поставить здесь. Поэтому тут никаких приколов не будет. А вот тут у нас есть поворот метрошный, который может как раз-таки влезть наверх и поехать вместе с мостом в путешествие. И мне мешает вот это говно, которое надо удалить через покупку квадрата. Нахрен. Так, 10 метров есть. Вот где-то вот отсюда. Даже с нуля. До сюда у нас будет мостикс. И мы поехали прямой линией сюда. Ой, а тут, наверное, высоко ему, да, будет. Давайте-ка я отсюда проведу. Ого, минус 9, минус 3. И, в общем, короче, здесь походу двадцаточкой попахивает. Так что мы его сейчас там повернем, конечно. Вот тут вот. И уменьшим. Вот, теперь они нормально состыкуются. Вот у нас второй мост. Подожди, третий уже, господи. Я уже сбился со счета. Вот у нас мосты. Тут все получилось неплохо. Тут тоже вроде бы ничего развязывать не надо. Что мы теперь хотим сделать? Мы хотим сюда привезти, во-первых, железную дорогу, которая может, кстати, вот здесь расколоться. Ну, типа, стрелка какая-то произойдет. Или, может быть, она даже под землей произойдет. И где-то вот здесь она вылезет, поедет вдоль. И приедет сюда. Я просто думал закольцевать железку. Но у нас уже сюда вроде как все приезжает. Тогда куда мне отправлять вот эту железную дорогу? Надо подумать, короче. Вот отсюда надо куда-то железку управлять. Выправлять и отправлять. Вопрос, куда? И зачем? Мостик такой добротный получился. Давайте посмотрим, как это есть эта красивость-то у нем. Это пятиполосочка. А есть четырехполосный висячий шоссе. Это одностороннее... А почему только одностороннее движение? Двухполосный арочный мост. А нету того самого моста, но только во все стороны. Это что такое вообще? Что за бред? Прикиньте, на вот это шоссе нету моста. Что меня печалит очень сильно, если честно. Да. Ладно. Теперь самое веселое. Нужно метро сюда вывезти сразу с этой ветки, видимо. Но сперва, наверное, надо поставить станции, чтобы эту ветку выпрямить. Вот. Интересная тоже ситуация. Или можно с депо вывезти сюда. Давайте с депо, кстати. Вот. Тогда точно... Можно ветку пока проигнорировать будет, а потом уже что-то делать с ней. Метро, привет. Вот. Мы углубляемся на 20 метров. И делаем здесь... Типа... Типа развязку. Вот такую. Раз. Два. И поехали. Что-то вот здесь неровно. Да блин. Вот я не люблю эту херню, когда... Вот что она на изломе вся пошла. Ооо. Теперь нормально. Понимаете, да? Нужно вот... Попробуй еще пойми, как перестраивать. Так. Поднимаемся наверх. Вот. Делаем здесь кривую. А я могу прям вдоль дороги тебя везти? Вместе со всеми этими? Да подожди ты, автосейв. Не прикрепляется, падла. Ну и ладно. Я сейчас сначала тогда намечу метро, а потом уже... Где у тебя тут верхняя точка? Вот здесь. Где колонна? Вот сюда. И поехали. Так. Так, тут нам надо отключить все привязки, чтобы быть рядом. Вот. Сейчас будет сложно. Сейчас надо добиться той же самой кривой. До этого нужно примерно найти середину. Я не нашел ее. Ну, вот, наверное, как-то так. Но, видите, угол... Не получается выбрать угол. Угол где-то вот здесь должен быть. Поближе даже вот тут, может. Не рисковать. Не буду рисковать. Сейчас все равно там билиберда выйдет. Тут у нас что по этим-то? Надо понять, куда у нас вообще метро пойдет. То есть здесь нужна, по идее, станция метро. Причем надземная. Это было бы удивительно и красиво. Я думаю, что мы ее сделаем вот здесь. Вот, например, вот такую станцию. Смотрите. А теперь у меня главный... Я смогу вообще подняться или нет? Мне кажется, нихрена я не смогу. Вот смотрите. Берем это как центр. 180, пожалуйста. Спасибо. Поднимаемся на 10 метров. О. Сначала нам надо выбрать правильный инструмент. Забыл совсем про него. Слушайте, поднимаются, кажись. Ну, давай. Ну, у тебя получится. Прокатило, а? И вот по этой дороге мы, значит, едем сюда. Вот. Вопрос, как мне здесь свалить? Ха-ха. Да, это проблема. А, переезд будет? Переезд через метро она делать не умеет. А если вот подъем плюс 7 процентов? А если 20 плюс 15 процентов? Воу. Как думаете, они смогут туда забраться? Это, по-моему, слишком. Это too much, как говорят некоторые. Тогда я эту дорогу снесу, и мы здесь выйдем как-нибудь. Нормально все будет. По идее метропоезда должны были и задом кататься, но я хочу так. Все, меня никто не остановит. Я так хочу. Так, тут надо с высотой не обосраться бы. А, ты прикрепляешься к нему? Серьезно? Нет, не прикрепляешься. К шоссе не хочет? Видите, какая падла. Ну и ладно. Так, 10 метров. Давай 20 метров. Вот так. Потом поворачиваем. Так. Я, по-моему, там все, что можно, не так сделал. Но будет ржачно, если получится. Да. Я там мордочку не туда повернул. Сейчас. Вот что-то такое, а? Ну и тут, собственно, вопрос техники. Этот кусок сейчас мы немножечко изменим. Вот так вот. И вот где-то там. Вот так вот. Что там перекрывает-то? Блин, серьезно? Придется его удлинить. Ну, хотя бы вот досюда. Да, здесь уже попробуем сейчас повернуть. Не так-то просто над дорогой метро проводить, если что. Во. Ну, как вам? Наконец-то я реализовал свою давнюю задумку метро над дорогой. Вот, значит, станция есть. Это хорошо. Нам надо теперь вернуться. Давайте возвращаться. Эту дорогу по кусечке делаем ей. Проводим здесь линию метрополитена. Надо подъем такой, чтобы было поменьше. Вот что-то такое. Что-то такое. Потом давайте... А здесь можно, знаете, как сделать? По приколу. Сейчас. Под мостом, а? Как вам такое дерьмо? 10 метров. Пролезем? Пролезаем. Теперь мы сюда возвращаемся. Какая у тебя... Какая у тебя? 10 метров у нее. Точно, да. Едем прямо, а потом сюда. Вот так вот. Вот это я понимаю. Система логистических чего-то там. Да. Ну и тут вот я даже не знаю. Так хочется, чтобы эта дорога продолжалась. Вот. Но единственное, как я могу это сделать? Построив здесь мост. Причем не 10 метров, а 7,5. Уже 7,5 позволяет проводить под ним что-нибудь. Вот видите? И если я, например, вот эту дорогу снесу. Здесь делаю закруглюшечку. Сюда вот. Да что-то она... Что-то она не очень хочет делаться. Хороший. Ну-ка удались нахрен. Сейчас вот отсюда сделаем. Вот. И вот. Отлично. Получили там пересечение. И теперь надо вот здесь как-то... Надеюсь, получится ровно. Вот смотрите. Кстати. Заметьте, где излом. Чем дальше я тяну, тем больше излом. Чем ближе я тяну, тем меньше излом. Вот это середина золотая. Мы ее сюда прикручиваем. И в принципе меня устраивает этот гребаный мост. Да. И теперь нам надо отсюда, с этого моста, сделать небольшое такое... Я даже не знаю. Ноу-хау нахрен какое-то. Вот. Сейчас поменьше дорог, пожалуйста, мне. А что вообще у меня мост шестиполосный здесь появился-то? Я как бы не планировал сейчас. Извините. Вот так хочу. Это хочу удалить. Небольшие перестроения всегда нужны, понимаете? Вот. Это вернули. И вот с мостом говно, короче, получилось. Сейчас я это поправлю. Вот так. И вот так. Во. И возвращаем замечательную промзону, которая так сильно пострадала, пока я тут развлекался. Вот куда-нибудь сюда, сюда. Тут тоже немножко удалилось. Вот, ребята. Миссия завершена. Это удалить, это удалить, это удалить. Вау. Семнадцатый уровень развития. Неплохо. Развивающийся мегаполис. Неплохо. Нормально. Так. И это мы сделали. И это мы сделали. Сюда. И вот единственное, что делать с железной дорогой? Вот это вопрос. Вот у нас есть железная дорога. С ней непонятно, что надо делать. Тут еще какие-то непонятные вот... Ну что это за дыра здесь вообще появилась? Как это вообще возможно? Я же вроде ровнял тут все. А все равно получилось какая-то хрень. Вот взял, заровнял. Сейчас нормально все выглядит. Откуда дыры-то взялись в земле? Вот. Где-то я что-то проглядел. Короче, надо придумывать, что-то делать с железной дорогой. Сейчас она работает, но она тупиковая. Поэтому у меня прям серьезный вопрос. А есть ли смысл делать ее не тупиковой? Так, ну что, господа. Я, в принципе, наметил мосты. Да. Проблема в том, что я сейчас не могу их достроить, потому что мне надо расширять сюда город. То есть проектировать улицы, ставить какие-то школы, возможно, больницы, еще что-то. В общем, здесь должны быть улицы уже правильные. А чтобы были правильные улицы, нам надо все трансформаторы переносить. В общем, короче, работа здесь прилично. Я думаю, что это уберу в следующую серию. И, значит, в следующей серии мы доделаем шоссе. Запустим уже его, вот эти два шоссе. Это-то у нас уже все работает. Там уже катаются, я думаю, машинки. Сейчас мы только... Осталось только вот эти места подключить. Я сейчас, наверное, попытаюсь это сделать. Но ведь из-за самолетов не получается. Ах ты какашка. А так, а так получается. А так, а так получается. Ну, это максимально некрасиво получается. Это, если честно, тоже некрасиво выглядит. Вот что же с этими самолетами делать. Ну, давайте сейчас я придумал кое-что. Вот. Короче, такая дорога будет здесь. Главное, что получается у нас полностью соединено выход с шоссе. Видите, здесь уже довольно серьезный трафик такой катается. Кстати, что прекрасно, по-моему, значит, пользуется, нравится. Здесь надо будет что-то поправить с горками. В общем, вы понимаете, да, чем мы будем заниматься. Самое главное, что я сегодня не успел сделать, а хотел, это производство. Я имею в виду камни, минералы, нефть, вот эта вся херня. Поэтому в следующей серии мы доделываем вот это вот безобразие, безумие. Может быть, это за кадром вот это прострою, город. А мы уже там подключим с вами на серии шоссе. И будем делать наипрекраснейшее вот это вот производство. И спасибо. Я помню, что производство камни можно ставить в любом месте. Поэтому меньше забот получается. Вот. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели. По кусечке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok